Почти 80% наркоманов росли в неполных семьях. Такую информацию озвучили на антинаркотической комиссии, которая прошла в администрации города. Заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Азбестовский Сергей Дадашбеков доложил, что выросла раскрываемость преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. На территории Азбестовского, Малышевского и Ревтинского городских округов за минувший год зарегистрировано 100 таких преступлений. Из них раскрыто более половины. Из 52 случаев сбыта наркотиков раскрыто 11. К административной ответственности в 2017 году привлечено на настоящее время по статье 6.8.1. Это за хранение наркотиков, где вес не позволяет возбудить уголовные дела, 5 человек, прошлый год 3. По статье 6.9 КОАП это за употребление наркотиков 101 человек, в прошлом году 90. И по статье 6.9 Прим.1 КОАП это уклонение от реабилитации после привлечения к административной ответственности за употребление наркотиков 47 человек. В прошлом году был лишь один. Такие результаты Сергей Додожбеков объяснил активизацией работы по привлечению к ответственности лиц за неисполнение решения суда о прохождении реабилитации. Сейчас на территории 10 таких уклонистов четверо проходят реабилитацию за пределами Свердловской области, трое работают вахтовым методом, местонахождение еще троих не установлено. Особую тревогу вызывает тот факт, что к незаконному обороту наркотиков привлекаются школьники. Задержано у нас было два несовершеннолетних, которые совершили преступления по линии законного оборудования наркотиков. Один несовершеннолетний – это 4 эпизода, то есть 4 раза был задержан с наркотиками. Это ученик школы 8-й. И один несовершеннолетний – два преступления. Одно преступление по хранению наркотиков и одно по пособничеству сбыту. Это ученик школы 21-й. Руководитель антинаркотического центра спасения Алексей Пьянков добавил, что почти 80% наркозависимых – это дети, которые воспитывались в неполной семье. Именно из тех людей, кто находится у нас, 80% людей воспитывались либо без мамы, либо без папы. То есть, как бы раньше мы на это внимание не обращали, мы же цеплялись за какие-то другие аспекты, но вот сегодня мы это видим, замечаем. И при общении с людьми я вижу, что там есть определенные травмы и так далее, и это является причиной в том числе употребления наркотиков. Прозвучало предложение обратить внимание на пропаганду семейных ценностей и сохранение целостности семьи. Также было предложено заслушать на комиссии образовательной организации. Сергей Станиславович сейчас произнес, это 8-я, 21-я, ну и вот сейчас у нас серьезно под вопросом еще 11-я школа стоит. Поэтому я вот хотела бы внести такое предложение, непосредственно уже заслушать наших руководителей, что конкретно они расскажут, как они действительно работают, какая работа проводится. В ходе заседания была заслушана информация территориального отдела Роспотребнадзора по отравлениям алкоголем и наркотическими средствами. По-прежнему в статистике отравления алкоголем лидируют мужчины, хотя число женщин, получивших острое отравление от употребления спиртного, выросло почти в два раза. Отмечается высокий уровень показателей распространенности в случаях на 100 тысяч жителей по микрорайонам больничных городов, поселок Новокрепичный, поселок Попаницев и поселок Черемша. Именно в этих районах отмечается подъем в случае острых отравлений в быту от алкоголя. Как отмечается в докладе, все случаи отравления характерны тем, что граждане употребляли продукцию с неуточненным названием и без точного места покупки, из чего можно сделать вывод, что асбестовцы травились паленым алкоголем. По информации санитарных врачей, смертность от отравления спиртным в городе выросла. Три случая в 2017 году против двух случаев годом ранее. Также отмечается резкий рост острых бытовых отравлений наркотическими средствами. Три случая в прошлом году, в то время как в 2016-м таких отравлений выявлено не было. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.